Новогодние каникулы Всероссийский центр изучения общественного мнения С Новым годом мы еще не попрощались Здравствуйте, это Куфу, итоги недели После небольшого перерыва на каникулы мы вновь с вами Сегодня в программе Смотрите Пуха на нефти, видимо, закончится, когда закончится нефть на планете Золото России в руках ученых Какие исследования научного центра мирового уровня попали в разработки отечественных промышленников? Позволяет нам вокруг нашего института формировать профессиональное сообщество ученых Дизайнера мирового уровня Чем привлекает абитуриентов Институт дизайна и пространственных искусств? Физика и все вот это направление, это та деятельность, которую я хочу посвятить в своей жизни По научной лестнице наверх О чем мечтают аспиранты Казанского университета? Китайский Новый год, это праздник весны Новый год как повод встретить весну Как празднуют китайские студенты наступление праздника Рабочая неделя началась с заседания Международного наблюдательного совета Научного центра мирового уровня Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты Созданного на базе КФУ Заседание провел председатель совета, президент Татарстана Рустам Миниханов На совете рассмотрели итоги реализации программы создания и развития научного центра В частности, обсудили его фундаментальные результаты за прошлый год Новые технологии и практические методы, разработанные учеными центра Реализацию этих методов в нефтегазовом секторе экономики Рустам Миниханов особо подчеркнул, что деятельность центра важна для научно-технологического развития и экономической безопасности страны Центр работает над созданием эффективных технологий прогнозирования, поиска, разведки и разработки залежей углеводородов Они должны обеспечить страну запасами доступной нефти и газа, а также технологиями их экологичной и экономичной добычи, напомнил президент Какие методы и новые технологии уже внедрены в производство и что еще предстоит сделать, далее в репортаже Научные центры мирового уровня в России появились в 2020 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» Создавались они на конкурсной основе по стратегическим для страны направлениям Центры работают над прерывными исследованиями, которые должны помочь не только для сфер экономики и промышленности России, но и решать задачи мирового уровня Основная цель создания — удержать лидерство страны в научно-техническом развитии Центр рационального освоения запасов жидких углеводородов планеты — это консорциум четырех университетов КФУ, Губкинского, Уфимского и Сколтеха Главное направление — экологически чистая ресурсосберегающая энергетика Нефтедобывающая промышленность является и в обозримом будущем останется базовой отрасльной экономики Республики Татарстан Ее вклад в формирование ВРП, доходов бюджетной системы, а значит и благосостояние населения трудно переоценить Таким образом, деятельность центра будет иметь большое значение для долгосрочных перспектив не только научно-технологического, но и социально-экономического развития Республики Татарстан Наш НСМУ среди десяти поддержанных центров получил максимальный балл Совета по поддержке создания и развития этих научных учреждений И не зря. Энергетика — ресурсы. Это то, что остается всегда определяющим для любого государства Это экономические и политические рычаги управления Как и куда направлять их? От этого зависит благополучие жителей не только отдельно взятого государства, а всего сообщества Глобальные вызовы усугубились Рост потребления энергии, загрязнения окружающей среды, колебания цены углеводородов Известно, что эпоха угля закончилась более ста лет назад Но сегодня 35 и даже больше процентов электроэнергии производится из угля А эпоха нефти, видимо, закончится, когда закончится нефть на планете Особенно принимаю внимание на то, что более миллиарда человек в мире не имеют сегодня доступа к простому электричеству О значимости нефтегазового сектора для нашей страны свидетельствует факт, что в 2022 году Около 43% поступлений в бюджет страны — это нефтегазовые доходы Сейчас одна из важнейших задач — обеспечение страны достаточными запасами доступной нефти И ее добыча по конкурентной себестоимости, причем в максимально экологичных условиях Структура запасов ухудшается, а большинство новых месторождений требует больших вложений Поэтому нефтяники совместно с учеными центра определили главные цели На старых гигантских месторождениях применять разработки по добыче нетрадиционных трудных запасов Заняться поиском месторождений на новых территориях Для этого необходимо создавать энергоэффективные и экономичные технологии прогнозирования, разведки и добычи углеводородов Значительную часть разработок НСМО ведет с компаниями России, Кубы, Китая, Вьетнама, Индии, Кувейта, Омана и других стран В 2022 году консорциум научного центра выполнено более 180 проектов на сумму около 1,4 миллиарда рублей Консорциум НСМО обеспечивает половину ежегодного выпуска специалистов по нефтегазовому делу в России Здесь повышают квалификацию более 5000 специалистов российских и зарубежных компаний В мировом масштабе центр является лидером в области изучения разработки нефти, гигантских месторождений и подземной нефтепереработки Все это позволило войти в число 75 лучших университетов мира по нефтегазовому делу Инфраструктура помогает привлекать ученых со всего мира По прогнозам, к 2025 году 60% специалистов центра будут молодые исследователи до 39 лет В 2022 году наша международная кооперация в образовательной сфере расширилась за счет новых проектов с университетами, научными центрами Китая, Турции, Азербайджана, Ирака, Саудовской Аравии, Малайзии, Мексики Сегодня более 30% наших студентов это граждане других стран Какими же были разработки ученых? Их много Это технологии в области разработки сверхвязкой нефти Экспрессоценка лицензионных участков Экспресс-методы оценки запасов на старых месторождениях Технологии подземной нефтепереработки с использованием наноразмерных католических систем Технологии разработки месторождений гигантов на поздней стадии Из последних разработок прогнозирование запасов крупных территорий Создана технология, которая используется для территории, на которых нет данных, только спутниковые снимки Данные геологических съемок, рельеф Технология позволяет отбраковать территории с минимальной перспективой, особенно подходит для разведки арктического шельфа. В конце 2022 года начнется создание технологии поиска и разведки крупных газовых залежей на шельфе с использованием российского беспилотного подводного аппарата, оснащенного специальным оборудованием, позволяющим выявить высокоперспективные участки. Заказчик работает ПАО «Газпром». Эта практика не имеет аналога в мире. Сейчас комплексная технология внедряется сразу несколькими компаниями. Также разработаны и внедряются элементы новых методов разработки крупных и гигантских месторождений нефти, находящихся на поздней стадии разработки. Это позволяет увеличить коэффициент извлечения нефти, уменьшить себестоимость черного золота в полтора раза и продлить жизнь месторождений на десятки лет. Это решает социальные проблемы многих регионов России. Слават Мухаммадуллин, Андрей Багудинов, КФУ. Итоги недели. Первый месяц нового года и старт прямых эфиров для бетурентов КФУ. Дни открытых дверей начали проводить институты и структурные подразделения университета, которые ждут пополнения студентов уже совсем скоро. Во время акции абитуриента могут узнать о порядке поступления в Казанский федеральный университет, условиях обучения, студенческой жизни, а также побывать в лабораториях, аудиториях и музеях Казанского университета. Для тех, кто находится далеко, проводят прямые эфиры на разных платформах сообщества КФУ. Мы также рассказываем об изменениях в приемной кампании каждого из институтов, о перспективах и задачах подразделений. Самый молодой из них – это Институт дизайна и пространственных искусств. Он готовит специалистов, обладающих компетенциями в проектировании пространств жизни человека – от графического и моушн-дизайна до преобразования предметов личного пользования и общественных пространств. Сегодня мы побеседуем с руководителем Института Кариной Набиолиной и заместителем по развитию Степана Новикова. Институт дизайна и пространственных искусств Здравствуйте, Карина Рашидовна, Степан Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. Институту дизайна и пространственных искусств исполнилось уже полтора года. Такой установочный период, можно сказать, уже состоялся. Расскажите о достижениях, я знаю, что они уже есть, о главных достижениях Института за этот небольшой период. На мой взгляд, самое большое достижение Института и мое личное – это формирование команды. Ведь мы работаем для студентов, а для них важно, кто их наставник, какими компетенциями этот человек обладает, какие у него нравственные моральные принципы, ценности, какое у него отношение к жизни и вот эти паттерны поведения. Поэтому, на мой взгляд, нам удалось сформировать очень компетентную команду сегодня. Степан Викторович, а вот с вашей точки зрения, как члена этой команды, какие достижения отметили бы вы? Ну, наверное, главное достижение, что у нас действительно сформировалась такая мощная, крепкая команда. Из разных специалистов укрепилась материально-техническая база. У нас теперь три пространства, да, это Лев Булачин-34, Натянчурина, собственно, производственная лабораторная база на Гвардейской. У нас развиваются направления, то есть мы не стоим на месте. У нас каждый год открываются новые образовательные направления. В этом году мы открываем уже лицензируемую архитектуру и фэшн-дизайн, очень заочные направления. Весны прошлого года стало известно о решении открытия технопарка, креативного технопарка. Вот на каком этапе сейчас эта работа? Креативный технопарк – это очень важная составляющая. У нас ожидание от него, что это та территория, где студенты свои продукты могут воплощать в жизнь, что, да, сначала рождается анализ, идея, потом чертеж, схема, затем оборудование, и с помощью наставников эта идея уже воплощена в продукт. Но еще одна важнейшая компонента, которую важно реализовать именно в технопарке, по нашему мнению, это коммерциализация своих творческих навыков и компетенций приобретенных. У нас в какой-то момент уже сформировалась материальная база, сформировалась та локация, где мы были, где хорошо это размещается. Но мы поняли, что задачи у страны сегодня есть иные, и в приоритете на этой локации размещение иных функций. Безусловно, в какой-то момент мы огорчились, потому что только все процессы стали налажены, у нас уже начали поступать первые заказы, первые разработки появились. Но мы поняли, что это огромная возможность для нас, потому что нам была выделена иная локация, на Аделе Кутуэ, которая дает студентам совершенно другие качественные возможности. Это легкая доступность, это хорошо развитая инфраструктура. Да, несколько месяцев опять нам нужно приводить в порядок эти площади, опять настраивать производственную базу. Но это того стоит, потому что студент может проводить там гораздо больше времени. Он может и вовне учебное время приезжать самостоятельно. Ранее у нас не было такой возможности, потому что это все-таки другой город был, другой населенный пункт. И все, что не делается, все делается к лучшему. Главное посмотреть с точки зрения возможностей. Очень громко в информационном поле была новость про то, что студенты Института дизайна и пространственных искусств помогают разрабатывать экипировку для наших бойцов на СВО. Расскажите, как вообще пришла эта идея, ну и, может быть, есть уже первые результаты. Да, мы улучшали на нашей как раз производственной базе, как раз в рамках креативного технопарка, мы улучшали элементы проектирования одежды для наших бойцов, которые сегодня на СВО. И отправили первую партию им уже на испытания. Но самая большая радость для нас, она произошла в декабре. Мы знаем, что есть очень большая потребность в рубашках-разгрузках, в которой и некоторые там снаряды, боевые припасы, они размещаются для удобства, комфорта и эффективных выполнений своих функций бойцами. И у нас были трудности, потому что нам нужны были некоторые элементы приобретать, чтобы эту разгрузку сконструировать и сшить. Но мы нигде не могли найти, был абсолютный дефицит, мы не могли найти эту готовую ленту с композитным материалом. И тогда мы попросили специалистов, ученых из химического института создать самим вот эти вот жесткие элементы. И как раз 28 декабря мы узнали, что у них это получилось. Они работали несколько месяцев, были трудности, у нас не получалось создать с такими свойствами. И теперь у нас есть возможность как раз сконструировать вот эту вот рубашку военную, разгрузку ту, которая необходима сегодня нашим ребятам там. Поэтому на ближайший период, на январь, у нас вот такая вот большая задача. На наш взгляд, она очень полезная. И в завершение хотелось бы уточнить вот о главных задачах тезисно на 2023 год. И вот в ходе нашего разговора у меня такой вопрос возник. Понятно, есть понятие проектной мощности. Вот когда институт выйдет на эту самую проектную мощность? Ну, наверное, на проектную мощность мы выйдем, когда мы укомплектуем полностью наши все уже на сегодняшний день 5 лет полностью. Так как архитектор учится 5 лет и 2 года манистратуры. Когда мы выпустим первых наших студентов в жизнь профессиональную, то есть тогда, наверное, мы уже полностью будем укомплектованы преподавателями и будут отработаны все образовательные программы. И мы сможем уже так внутренне еще сильнее, интенсивнее развиваться. Ну, на мой взгляд, производственной мощности это, конечно, прекрасно. Важно, чтобы была экономическая модель самостоятельная. Но самое главное – это вопросы качества. Мы никогда не гонимся за количественными характеристиками. Для нас важно, что те ребята, которые пришли к нам, спрос, конечно, очень высок, выше, чем мы ожидали на обучении в нашем институте. Но нам важно уделить особое внимание, сформировать для них уникальную образовательную компетенцию, чтобы раскрыть их талант. И если раньше была такая тенденция, что смотрят и у молодого человека, ну, вот математика не получается, давайте наймем ему репетитора, родители говорят, и подтянем его под общий уровень, то сегодня все-таки задачи, они несколько меняются. Ты ищешь уникальность этого ребенка, вот эту вот творческую компоненту, которая в нем, и раскрываешь его потенциал, уделяя больше времени, не гоняя сверстников, потому что вот где-то он отстает, а именно его сильные стороны раскрывая. На мой взгляд, что нам важно больше уделить внимание как раз вот этой компоненте, качественному улучшению всех процессов, которые сегодня созданы. Также, наверное, надо сказать о таком результате, который в нашем, в общем, третий развитие креативного технопарка. Всего в этом году шесть студентов выиграло федеральный грант на поддержку стартапов, и два из них – института дизайна и пространственных искусств. Для нас это большой успех, и, собственно, сейчас мы уже отрабатываем эти два гранта с Министерством культуры, то есть, я думаю, в перспективе вот так в этом русле мы и будем развивать креативный технопарк. Особо мы гордимся еще и нашим диссертационным советом, который начал свою работу. Первые защиты у нас прошли в 2023 году. Это позволяет нам вокруг нашего института формировать профессиональное сообщество ученых, высококлассных, цитируемых во всем мире, подтвердивших свои определенные статусы и звания. И для нас это очень ценно, потому что мы и взрослое поколение ученых, кандидатов, докторов наук вокруг себя аккумулируемых, и в то же время молодежи даем возможность как раз проявить себя, свою инновационную научную компоненту и кого-то пригласить к нам на работу, потому что диссертационный свет сегодня уже известен в России. Еще бы, да, хотел бы добавить, вот вопрос был про материально-техническую базу, да, оснащение. За этот год мы при поддержке университета в рамках программы приоритета 2030 мы довольно-таки неплохо укомплектовались современным оборудованием и в сфере маппинга проекции, да, то есть и 3D-сканер дорогостоящий, и укомплектовали лабораторию по текстилю. То есть, в принципе, мы лаборатория на техническую базу свою так, ну, серьезно, серьезно подготовлены и выходим в 2023 год еще и с такими успехами. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу, ну и удачи. Спасибо. Спасибо. Череду праздников, связанных с наукой, открывает Международный день аспиранта. Его отмечают 21 января. Именно с прохождения аспирантуры начинается карьера молодого ученого. Это первая ступень его научной деятельности. Здесь закладывают основы знаний, формируют специфику мышления будущего ученого и характер его будущей работы. Аспирантура предоставляет возможность поработать над собственными проектами, стать частью исследовательского коллектива и получить первый опыт преподавания и наставничества. Международный день аспиранта был учрежден без малого век назад, в 1925 году. Тогда были созданы документы, которые определили основы системы подготовки научных работников в СССР. Но сам праздник начали отмечать не так давно, в 2008 году. Пока он празднуется неофициально, но в научной среде он все больше набирает популярность. В эти дни обычно проводят научные конференции, выставки, но большинство аспирантов так и продолжают работать над своими проектами и учатся. На примере двух аспирантов Казанского университета мы покажем обычную жизнь наших молодых ученых. Ой, очень интересный случай. Вообще про него или не знают, или забывают. Правильная речь, владение языком и грамотное письмо – все это показатели высокого уровня образованности. Этому может обучить только высококлассный специалист. Таким профессионалом стремится стать Алина Сабирова. Сейчас она учится на третьем курсе аспирантуры по направлению учителя русского языка и отечественной литературы. Желание работать учителем у Алины появилось дома. Все ее родственники с маминой стороны посвятили жизнь этой профессии. У меня действительно педагогическая династия. Очень много родственников, особенно с маминой стороны, работают учителями и по много лет. И, видимо, это как-то сработало, и я выбрала педагогическое направление, а именно филологическое. После четырех лет бакалавриата Алина поняла, что не хочет заканчивать на этом обучение. Она поступила на магистратуру и начала работать со студентами. Ну а дальше ее ждала следующая ступень образования – аспирантура. Несмотря на старания и талант в преподавании, с первой попытки у Алины не получилось туда поступить. Однако студентку это не остановило. Весь последующий год она готовилась к вступительным экзаменам. У всех аспирантов они одинаковые – это английский язык, философия и предмет по специальности. Так Алина со второй попытки смогла достичь желаемого. Мне буквально не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Платную основу обучения, контрактную, я все-таки не рассматривала, поэтому я очень хотела поступить на бюджет. Я решила, что я возьму отдых, перерыв у меня будет годовой. Я успею тщательно, хорошенько подготовиться, потому что все-таки при поступлении в аспирантуру мы еще сдавали три вступительных экзамена – это философия, английский язык и экзамен по специальности. Аспирантура предоставляет возможность сделать первые шаги в науке, поработать над собственными проектами и стать частью исследовательского коллектива. Так Алина Сабирова помимо работы на кафедре дополнительно изучает литературу и разрабатывает свои методы преподавания. Аспирантка выпустила собственную методичку – поэтический текст, как зеркало русской культуры. Эта работа теперь помогает иностранным студентам КФО адаптироваться в России и быстрее выучить язык. Конечно, есть свои методические разработки. С некоторыми своими методическими разработками я участвую в различных конкурсах. Недавно в декабре прошел очный этап конкурса на стипендию мэра Казани, где я вошла в число победителей этого конкурса. Как раз-таки на этом конкурсе я представляла свою методическую разработку. Несмотря на плотный график, Алина Сабирова находит время и для хобби. Она считает, что отдых нужно проводить с пользой. Так Алина в свободное время занимается вокалом и йогой. Это помогает ей разгрузиться после тяжелого рабочего дня и не терять мотивацию продолжать свою деятельность. Конечно, надо сказать, что учеба в аспирантуре и работа, я еще параллельно работаю преподавателем в нашем университете на кафедре русского языка и методики его преподавания. Остается очень мало свободного времени. Это, конечно, такой, скажем, минус нашего обучения. Но при грамотном распределении своего тайм-менеджмента, своего времени, можно найти время на реализацию своих, скажем, каких-то потребностей, желаний. Прогресс науки и технологий изменил отношение общества к ученым. Теперь образ исследователя стал более современным и привлекательным для молодых ребят. Обучение в аспирантуре может помочь студентам стать научными деятелями. С этой целью Фадис Мурзаханов и поступил в Институт физики. Его с детства привлекали точные науки, поэтому будущую профессию он выбирал недолго. Это у меня пошло со школы. То есть изначально мне нравилась физика, нравилось исследовать окружающий мир. И после школы я понял, что физика и все вот это направление – это та деятельность, которой я хочу посвятить свою жизнь. Фадис учится на третьем курсе аспирантуры и является научным сотрудником в лаборатории «Многофункциональный материал для квантовых сенсоров». Работать среди ученых он начал еще будучи студентом бакалавриата. Аспирантура для него – это возможность продолжить научную деятельность. Сейчас молодые ученые исследуют различные кристаллы и на основе полученных изменений пишет публикации для журналов. Сейчас мы исследуем кристаллы, которые представляют собой интерес в различных технологиях. Вот таких сейчас популярны слова – квантовые технологии. И вот эти кристаллы мы исследуем методом электронного промагнитного резонанса. За моей спиной стоит спектрометр. Достаточно такой мощный прибор, который позволяет исследовать структуру, оптические электронные свойства. И на основе результатов мы пишем статьи, которые публикуем в зарубежных журналах. Помимо учебы и работы в лаборатории, Фадис успевает участвовать в университетских конкурсах. Будучи студентом магистратуры, он стал одним из лауреатов магистр года в конкурсе «Студент года КФУ». В этом году он участвовал уже в номинации «Аспирант года». Помимо этого, Фадис ведет лекции студентам Института физики. Все это он успевает делать благодаря правильно выстроенному расписанию. Отдыхом Фадис считает постоянную смену деятельности. И на самом деле, вот то, что есть и студенты, и научная работа, помогает отвлекаться. То есть отдых же это как смена деятельности. Поэтому, когда я со студентами веду пары, я не думаю про науку условно. Когда с наукой, я не думаю про студентов. Поэтому здесь такое сочетание, оно только наоборот помогает мне вести такую вот работу обширную. Алина Сабирова и Фадис Мурзаханов считают, что аспирантура – это проверка себя. К этому этапу обучения нужно подойти ответственно, ведь большую часть времени студент должен учиться самостоятельно. Научный руководитель будет лишь наблюдать и корректировать ошибки. На основе полученных знаний и проделанной работы в конце обучения нужно будет написать кандидатскую диссертацию. Она и станет пропуском в науку. Эльвира Замуледзинова, Карина Саяхова, Никита Киншин. КФУ. Итоги недели. Далее смотрите вторую часть программы. В ней немало интересного. КФУ Лайф вновь в эфире. Как абитурентам напрямую задать вопросы институтам КФУ. Китайский Новый год – это праздник весны. Новый год как повод встретить весну. Как празднуют китайские студенты наступление праздника. В КФУ стартует прием заявок на конкурс «Женщина года. Мужчина года. Женский взгляд». Победителей объявят в семи номинациях. Инициатор проведения конкурса – общественная организация Лига женщин университета. Конкурсу исполняется 10 лет. Так, организаторы хотят поощрить женщин университета, которые добились успехов в своей деятельности и оценить вклад мужчин в развитие университета и гражданского общества. Также среди целей конкурса – укрепление семейных, духовно-нравственных ценностей, продвижение гражданских инициатив. Участниками конкурса могут стать женщины и мужчины, работающие в КФУ и его филиалах, имеющие стаж работы в ВУЗе не менее 5 лет. Кандидатуры выдвигают структурные подразделения. Заявки принимаются до 20 февраля. О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе – смотрите в дайджесте. Ректор КФУ провел встречу с руководством компании «Солерс». На ней обсудили вопросы сотрудничества в научно-образовательной сфере. К слову, «Солерс» в настоящее время достаточно активно разъемодействует с Казанским университетом, в том числе и с его филиалом в Набережных Челнах. Стороны рассмотрели возможность создания базовой кафедры в структуре ВУЗа и проведения производственной практики для студентов. В Казанском университете стартовала серия прямых трансляций КФУ Live. На телеканале «Универ ТВ» и официальной группе в КФУ ВКонтакте ежедневно в прямом эфире отвечают на вопросы и рассказывают о своей деятельности представители институтов. Расписание трансляций можно увидеть на сайте университета. КФУ вошел в топ-10 медиарейтинга Министерства науки и высшего образования России по итогам декабря прошлого года. Итоги опубликованы на этой неделе. Так, университет занял шестую строчку среди более чем 200 вузов. Лучшей среди всех признана группа КФУ в соцсети ВКонтакте. В КФУ подходит к завершению зимняя сессия студентов. Ее экзаменационная часть стартовала после новогодних праздников. Она продлится до 25 января и завершится днем российского студенчества. Конечно, после новогодних праздников тяжело, потому что надо переключиться, начать все учить. Все сдать на пять, надеюсь, без доп-сессий и все будет хорошо. В России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет. Поводом стало исследование о поведении детей в сети. Доклад представлен Госдуме. Анализ, который подготовили специалисты Государственного университета управления, показал, что 26% детей проводят в интернете более 5 часов в день. Еще столько же 4-5 часов в день. Каждый пятый ребенок застревает во всемирной паутине на 2-4 часа в день. 72% опрошенных сообщили, что сталкивались с неприятным содержанием на сайтах и в соцсетях. Четверть признались, что смотрели сцены насилия и оскорбления. Почти каждый второй несовершеннолетний рассказал, что им предлагали в сети попробовать запрещенные вещества или заработать распространение информации о них. О случаях угроз и унижения в интернете по отношению к себе рассказал почти каждый третий ребенок. Авторы исследования считают, что регистрировать детей, которым меньше 14 лет, должны только родители или законные представители. А что было наиболее важным на этой неделе, об этом поделится мой соведущий Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Честно говоря, как-то немного грустно начинать год с новостей про очередные попытки на законодательном уровне что-то жестко ограничить в части потребления интернет-контента. Нет, конечно, я прекрасно понимаю озабоченность депутатов в том, что в век тотального интернета дети в этом самом тотальном интернете проводят много времени. Но ведь не во времени проблема, а в содержании, которое там, во всемирной паутине, находят наши дети. И в этом контексте понять озабоченность вполне себе можно. Но как-то уже даже неудобно напоминать, что в советское время нас с самого неинтернетного детства учили. Критикуя – предлагай. И вот здесь обнаруживается, что современное поколение блюстителей за детской нравственностью, критикуя, ничего взамен, кроме строгого «не пущать», предложить не могут. Опять же, возвращаясь в прошлое, не могу не вспомнить знаменитый пассаж Аркадия Райкина, который тоже по тем временам очень серьезную проблему обсуждал. «Как уберечь детей от влияния улицы?» Мысль его двигалась предельно плоско и четко. «Как уберечь детей от влияния улицы, когда кругом одни улицы?» Зал смеялся до слез и прекрасно понимал, что вопрос поставлен неверно, и любой ответ на него будет смешным и непродуктивным. Проблема ведь в другом. В том, что там, на той улице, есть такого, что сбивает процесс воспитания. Прошли десятилетия, и решать вопросы детского воспитания берутся люди, ни Райкины никогда не слышавшие, не в целом системно и критически мыслить не сильно приученные, даже несмотря на то, что их воспитанием интернет еще занимался не столь плотно, как нынешними детишками. Никто так и не догадался поставить вопрос о том, что за контент, кто, в каком объеме, какого качества, на каких ресурсах создает для наших детей в интернете. Почему гадости пошлость там оказываются на первых позициях? А чего-то милого, доброго, воспитательного, образовательного, интересного при этом и качественного найти, ой, как непросто. Ну, вы поняли, проблема не в том, что есть интернет, а в том, что нет в этом интернете перебора чего-то позитивного и, как нам кажется, положительно влияющего на детей. Да, ограничения определенного характера нужны, учитывая, что паутина всемирная, и много нечистот туда сливается со всего света. Но ведь и просторы рунета, в которые мы стремимся максимально загнать детишек, не переполнен чем-то выдающимся, добрым и чистым. И чего уж греха таить, мало кто в это чистое и светлое готов вкладываться и достойно оценивать хоть какие-то попытки создавать контент позитивного характера. Яркий пример дал нам фильм премьера 2023 года «Чебурашка». Он ведь даже не для интернета был создан, а для массового проката в российских кинотеатрах. И ведь что примечательно, фильм стал лидером проката и по кассовым сборам, и по положительным оценкам зрителей. Да, тут есть нюансы. Фильм вышел на экраны в длительные новогодние выходные, что предполагали большие семейные выходы в свет, в том числе в кинотеатры. Фильм прокатывали в условиях почти полного отсутствия конкуренции, но не было в параллель с ним ужастиков, боевиков, мелодрам и горбатых гор. Но это лишь нюансы, которые в целом не снижают значимость успеха и не опровергают тезис, что народ соскучился почему-то доброму и поучительному в кино. Но вы посмотрите, какая жесткая, местами жестокая критика обрушилась на бедного Чебурашку. Сколько желчий плевков вместо слов поддержки, одобрения, похвалы. Как на этом фоне стимулировать создание в неограниченном количестве позитивного детского контента, в том числе для интернета. Вот корень проблем, которые нужно бы узреть, перестав мыслить категориями запретить и ограничить, ничего не предлагая взамен. Говорят, что на будущей неделе фильм покажут депутатам Госдумы. Надеюсь, что это возымеет свое действие, и кто-то из них предложит пообсуждать пути и механизмы стимулирования массового создания детского позитивного контента. Хотя бы пообсуждать для начала. А там, может, и пыл запретительства сменится на пыл созидания. Такие дела. Всего доброго. А мы продолжаем праздновать Новый год. Да, вы не ослышались. В эти дни можно вновь накрывать столы, собираться с семьей, весело проводить время. 22 января отмечается Новый год по восточному китайскому календарю. В КФУ этот день не могут не праздновать. Ведь здесь учатся и трудятся представители Поднебесной. Например, в этом учебном году в Казанском университете свыше 1600 китайских студентов. Трудоустроено 15 сотрудников из этой восточной страны. Кстати, за последние пять лет сотрудники университета совместно с коллегами из научно-образовательных центров Китая опубликовали более 500 научных работ. Число китайских студентов в КФУ ежегодно увеличивается. Так, в Институте филологии и межкультурной коммуникации каждый седьмой студент – представитель Китая. Именно поэтому здесь и прошел праздничный концерт. Между прочим, приход Нового года в Китае символизирует наступление весны, а не середины зимы, как у нас в России. Что общего в праздновании у нас и как в Казани живут китайские студенты, узнала Эльвина Минабуддинова. Восток – дело тонкое. Нам, жителям Евразийского континента, остается только с упованием наблюдать за обычаями и традициями китайских соседей. А за свою многовековую историю обычаями этот народ может только похвастаться. В одном мы все-таки схожи – каждый, независимо от континента, любит встречать Новый год. А китайцы даже чуть больше, чем все остальные. Ведь встречают они его дважды – международный 1 января и свой китайский. Чунь-цзэ – так называется Новый год на китайском. Дословно переводится как «праздник весны». В этом году отмечается он 22 января, а продлится празднование целых две недели. Новый год – самый продолжительный праздник стран Восточной Азии. Начало праздника не привязано к конкретной дате и меняется в зависимости от завершения лунного цикла. Китайский Новый год приурочен ко второму новолунию. Оно наступает после зимнего солнцестояния. И неспроста Новый год для китайцев – это праздник весны. Первый день Нового года считается днем пробуждения земли и обновления природы. Китайский Новый год – это праздник весны. Это символизирует до свидания, зима. Сунь-Юй живет в России вот уже восьмой месяц. В этом году она отмечает Международный Новый год в России впервые. И в первый же год Сунь-Юй встретила Новый 2023 там, где, возможно, далеко не каждому россиянину удавалось – на Арбатской площади в Москве. В столицу Сунь-Юй поехала специально отметить праздник по международному календарю. И также поведала, как принято праздновать Новый год у нее на родине. Обычно моя семья, мои родители убираем комнату, потом готовят перемены. И все семьи соединяются. Нянь-Юфань – ужин в кругу семьи или, иначе говоря, ужин воссоединения накануне Нового года. И пока, кажется, Новый год в Китае мало чем отличается от нашего уклада. Удивительно, но разве что пельмени есть не на каждом столе. Но для китайцев пельмени – это особое праздничное блюдо. Оно вроде нашей селедки под шубой или салата оливье есть на каждом новогоднем столе. Но объединяет всех традиционно одно – телевизор. Только вместо нашего голубого огонька и новогоднего вечера на первом у китайцев гала-концерт. Сейчас Суньюй учится на втором курсе по направлению лингвистика. У студентки грандиозные цели. Она планирует закончить и бакалавриат, и магистратуру, и аспирантуру, и пойти учиться дальше. Суньюй признается. По Китаю студентка пока еще не успела соскучиться. Учиться ей нравится, здесь весело, а в своем выборе Суньюй совсем не жалеет. Есть много причин. Например, Китай с Россией – хорошая дружба. Второе – Россия – это хорошая образовательная страна. Цель Суньюй – стать мостом для коммуникации между двумя соседними странами. После учебы я хочу стать преподавателем и русского языка, и китайского языка. А вот Шу Ци Пен или просто Степан, как он просит себя называть, изучает русский язык уже пятый год. Начал учить язык Шу Ци Пен еще в китайской школе. Его мечта – стать переводчиком или учителем. Я изучил три года русский язык в китайских школах. После окончания я не хочу просить русский язык. Так что я решил учиться в России, потому что здесь есть много практики. В России Шу Ци Пен пока только девятый месяц, но уже называют Россию второй родиной. Кроме моего родного города, Чанту, Казань – это место, где я прожил только всего. Так что можно сказать, что это моя вторая родина. Шу Ци Пен признается – ему здесь очень нравится. В России у него появилось много друзей. Это и русские, и китайцы. Нравится все, кроме холода. А еще в России не хватает острой пищи. Я очень скучаю по острым блюдам, потому что мне очень нравятся острые. Но в России вроде большинство любят кушать сладкие. Этот год для Шу Ци Пена будет отличаться от остальных, ведь впервые он будет отмечать Новый год в кругу своих китайских друзей. С ними он познакомился здесь, в России. Обычно в Китае мы отмечаем семьей. Во время Нового года все должны вернуться домой, чтобы воссоединиться с семьей. А в этом году я буду праздновать с китайскими друзьями. Шу Ци Пен также поведал, какой самый ценный подарок в канун Нового года выручает в Китае старшее поколение младшему. Красный конферт, это обычно старое поколение дарит детям. Это конферт с деньгами, так что мне очень нравится этот, это много-много деньги. Считаю, что красный цвет может приносить нам благополучие, счастье. Шу Ци Пен планирует закончить магистратуру в более крупном городе России. А также его цель – много путешествовать по стране. Обязательно посетить Москву, Питер и увидеть северное сияние в Мурманске. Красный цвет имеет особое значение для китайцев. Это цвет благополучия и удачи. Он способен отгонять злых духов и не только конверты с деньгами красного цвета. Дома перед Новым годом украшают снаружи бумажными фонариками, а на дверях появляется иероглиф «фу», что означает счастье. Хоу Минтун живет в России вот уже третий год. И третий раз он будет праздновать Новый год не в кругу семьи, а в кругу своих китайских друзей. А друзей у Хоу Минтун много, в основном китайцы. С ними он познакомился здесь, в России. Хоу Минтун признается, что русская культура и традиция пока даются ему непросто. Хоу Минтун планирует вернуться в Китай и стать преподавателем русского языка в университете. Большинство китайских студентов в этом году отметят Новый год в России впервые. И многие проведут вечер большой кампании в общежитии. Здесь и россияне, и китайцы. Как выяснилось, новогодний вечер двух народов мало чем отличается друг от друга. Особенно, когда праздничный стол богат блюдами обеих культур. А праздновать Новый год в кругу своей большой университетской семьи китайские студенты уже успели. Для проведения традиционного торжества под своим крылом всех объединил Институт филологии. Китайские студенты к мероприятию подготовились серьезно. Организовали интерактивную зону с выставкой, фудзоной, мастер-классами и играми. И все, как принято на родине. Чайные церемонии, национальные костюмы, а на концертной сцене танцы, песни и боевые искусства. И здесь не только студенты КФУ. Отметить праздник в кругу соотечественников и выступить пришли обучающиеся Казанская государственная консерватория. Торжество посетил даже генеральный консул Китайской народной республики в Казани, как принято называть в Китае господин Сянбо. По случаю празднования праздника весны от имени всех моих коллег генерального консульства КНР в Казани поздравляем вас с Новым годом. Казанский федеральный университет занимает второе место среди российских вузов по количеству иностранных студентов. Здесь обучается свыше 10 тысяч студентов из более чем 100 стран мира. Значительную часть занимают обучающиеся из Китая. И с каждым годом количество поступающих только увеличивается. Казанский университет создает мультикультурную среду, а китайские студенты становятся мостом межкультурного взаимодействия. Эльвина Минобудинова, Ленар Гизатуллин, КФУ «Итоги недели». В настоящее время образование необходимо для всякой профессии. Необразованный человек всегда будет чем-то второго сорта. Утверждал Лев Ландал. Поучить новые знания никогда не поздно. Расти и развиваться в профессии важно. Будем помогать вам в этом. Рассказывать о новых достижениях в науке, разработках наших ученых. Хороших всем новостей. С Новым годом по китайскому календарю. И уже ждем прихода весны. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова